С приходом первых солнечных дней в Одессу вернулась и красная зона. Закрытые торговые центры, рестораны и кафе вновь работают на вынос, а учебные заведения перешли на дистанционный формат обучения. Но, как говорится, одесситам не привыкать. Затянувшийся карантинное ралли пошло на второй круг. Протяженность первого составила один год. По словам медиков, красная зона – это вынужденная мера, которая в первую очередь разгружает систему здравоохранения. Проректор по медицинской работе Международного гуманитарного университета Вячеслав Полясный напоминает, сегодня большая часть ковидных и реанимационных коек занята. Врачи работают в неимоверно трудных условиях. Красная зона вводится как раз из-за того, что медицина не может справиться с ситуацией. Сегодня очень сложная ситуация во всех больницах области города. Это связано с тем, что, по сути, все коронавирусные койки заняты. И самое страшное то, что все реанимационные койки, где требующие подачи непрерывного потока кислорода, тоже заняты. И это очень сильно ограничивает возможность. То есть у нас, условно, можно так сказать, на 10 поступивших пациентов с коронавирусом в больницу всего один выписывается. И это создает коллапс всей медицинской системы. Специалисты делятся наблюдением. Ковид-19 вполне может быть сезонным вирусом. Поэтому всплески заболеваемости у нас выпадают на смену сезонов. Зима-весна, осень-зима. Дело в том, что, по всей видимости, коронавирус является сезонным вирусом. И он в течение года, у него есть какие-то благоприятные моменты, которые позволяют ему бурно развиваться или в какой-то степени вести себя более сдержанно. Если мы посмотрим на 2020 год, то мы увидим, как бурно весной коронавирус бушевал во всей Европе. И что он творил в Испании, в Италии, во Франции. Потом летом было какое-то снижение заболеваемости. И это тоже мы наблюдали в Украине. И осенью, где-то ближе к октябрю-ноябрю, опять начался всплеск. Впрочем, специалисты уверены, что Одесса могла не наступать второй раз на те же грабли, если вы предварительно в феврале позаботились о качественном контроле карантинных мер. А результат от нынешнего ведения красной зоны люди увидят ближе к концу апреля, тогда, когда пик заболеваемости спадет сам по себе. К сожалению, мы сегодня наступили на те же грабли, что и год тому назад. То есть мы оказались не готовы к этой ситуации, хотя могли ее спрогнозировать и предпринять определенные меры месяц тому назад, имея опыт Ивано-Франковской, Черновецкой или Закарпатской области. Ну, у нас, как говорится, сейчас мы начинаем активно разрабатывать мероприятия, которые начнут работать где-то месяц-полтора, когда эпидемия сама по себе пойдет на спад. Однако одесситы не поддерживают ужесточение карантинных мер. Соблюдение правил в Одессе и контроль по-прежнему напоминают одну большую имитацию. Наш город как-то незаметно вышел в лидеры по количеству заболевших за последнюю неделю. Самое время подумать об эффективных методах борьбы с главной напастью нового времени. Как вы считаете, эффективны ли будут вот такие меры? Нет. Почему? Потому что все ходят без масок, мы в том числе. Как минимум. В телеграм-каналах тоже непонятно, что творится в общественном транспорте. Всем плевать, вот и все. Здесь такой менталитет. Я думаю, что эффективным будет прежде всего, когда все жители города прежде всего поймут, что важно соблюдать дистанцию и пользоваться масочным режимом. А если они это не поймут и никто это не будет контролировать, то ничего эффективного не будет. Красная зона эффективна, но не в нашей стране. Людям просто на это плевать. В масках никто не ходит, никто на это никак не реагирует абсолютно. Ну, если бы у нас были более жесткие правила, и как-то бы это кто-то регулировал, возможно, бы люди придерживались бы каких-то норм, и давным-давно бы это у нас уже закончилось. Ну, а так, кто-то хочет, ходит в маске в торговом центре, кто-то хочет без маски. Поэтому, мне кажется, это может длиться у нас еще годами. Коронавирус больно бьет по кошельку во всех смыслах этого слова. Люди, которые потеряли работу из-за капризов эпидситуации, должны знать и помнить о своих правах. Более того, уметь ими пользоваться и применять в нужное время. Хотя, откровенно скажем, на помощь от государства лучше не надеяться. В частности, есть закон 1071 о некоторых видах соцпомощи, которые предоставляются людям на время локдауна, на время сурового карантина и так далее. К примеру, это три вида соцпомощи, которые мы можем получить сейчас. Это соцпомощь для наемных работников, которые непосредственно теряют часть своей заработной платы. Также это соцпомощь для самих субъектов хозяйствования, которая составляет среднее значение от уплаченного ЕСВ. Компенсация по ЕСВ. В таком случае мы обращаемся, если мы предприниматели, в налоговый орган по месту своего учета. И тогда получаем тоже такую помощь. И есть также третья соцпомощь, которая уплачивается субъектом хозяйствования. Если они должны были отправить своих сотрудников на удаленку, к примеру, в таком случае, если к ним обращаются сотрудники за такой выплатой, то можно написать заявление в службу занятости, где указывается рабочее время сотрудника, которое было, которое стало. И уплачивается такая помощь не менее, точнее не более 8 тысяч на одного сотрудника, но пропорционально отработанному времени. Прогнозы врачей таковы. Пика заболеваемости следует ждать в середине апреля. Далее все снова нормализируется. Вопрос только в том, все ли дождутся этой нормализации. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер.